Режим чрезвычайной ситуации отменен. Сегодня в Дергачевском районе ликвидировали аварию, за которой почти двое суток более 20 тысяч человек оставались без отопления. Сейчас тепло постепенно появляется в домах. Репортаж Полина Федюк. Сократить сроки ремонтных работ и как можно быстрее ликвидировать аварию в Дергачевском районе на месте прорыва газопровода. Такие задачи губернатор ставит перед газовиками. Время сократим. 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 Увидимся так условно. Похоже, все нормально. Пойдем дальше. То есть в трех часах вы планируете свалить этот обход? Планирую. Заминок в ходе восстановительных работ допускать больше нельзя. Погодные условия и без того уже осложнили сложившуюся ситуацию. Почти двое суток. Более 20 тысяч жителей района оставались без тепла и газа. Прохладно? Нет. Газ, тепло сегодня уже будет. В районной больнице температурный режим все это время поддерживают при помощи обогревателей и тепловых пушек. К 17 градусов по Цельсию – минимальный показатель. Ниже этой отметки температура не опускается. Погода в Вершовском и Дергачевских районах сегодня температура воздуха около нуля градусов. Это позволило практически не допустить снижение температур в помещениях, социальных объектов. Пока в районной больнице стараются сохранить последнее тепло, на аварийном участке уже приступили к завершающему этапу сварки газопровода. Уже через несколько часов по окончанию ремонтных работ проводят пусковую операцию по подаче газа. Работы были должным образом организованы. И за счет хорошей профессиональной работы здесь на месте и организаторов, и конкретных профессиональных сварщиков, монтажников, я считаю, что удалось это сделать за достаточно короткий срок. Сегодня утром режим чрезвычайной ситуации в Дергачевском районе отменен. Необходимости в эвакуации людей больше нет. Уже в течение дня, по заверению газовиков, тепло поступит во все дома жителей района. Полина Федюк, Алла Хрунова, Вести Саратов.